МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия». Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня». Вы знаете, на самом деле происходит страшное. В стране не нужны ни образование, ни наука, ни люди, вообще-то говоря. В Москве прошла акция протеста, организованная профсоюзом работников Российской Академии наук. Не надо нам их денег. Дайте только бесплатный проезд. В Калининградской области власть отказывается принимать закон о льготах детям войны. Местные жители вышли на митинг. Население, если оно не имеет возможности через выборы поменять губернатора, оно будет другим, иным методом менять его, улицей. Под давлением Кремля откажется ли администрация президента от конкуренции на губернаторских выборах? Профсоюз работников Российской Академии наук собрал на согласованный митинг в Москве около 500 человек. Акция протеста прошла в сквере Суворовской площади. Чего требовали ученые, расскажет Алексей Шабалдин. По посчетам сотрудников РАН, научные организации в России сегодня недополучают от государства колоссальные суммы денег. Российскому фонду фундаментальных исследований недостает 25 миллиардов рублей, а Российскому научному фонду и того больше. На исследования не хватает как минимум 30 миллиардов. Мы требуем, чтобы правительство Российской Федерации выполнило указ президента об увеличении финансирования российской науки. Вообще говоря, это должен делать президент России. И второе. Мы отходим от того, что выдвигаем на первый план увеличение заработной платы. Мы ставим одновременно два вопроса, чтобы было увеличение и финансирования научных исследований, и научной инфраструктуры, и заработной платы. Президент России все время говорит о необходимости технологического прорыва страны. И было бы логично, чтобы ученые вместо митингов создавали новые технологии, повышая уровень интеллекта нации и наращивая ее благосостояние. Участники митинга задаются вопросом, почему люди науки вынуждены сегодня стоять с протянутой рукой. Вы знаете, на самом деле происходит страшное. Стране не нужны ни образование, ни наука, ни люди, вообще-то говоря, потому что выжить на зарплату в 12 тысяч сотрудникам, младшим научным, семьей невозможно. Логика действий, которая навязывается академической науке в последние годы, постоянное сокращение ради выживания. Число сотрудников и научных организаций постоянно уменьшается для того, чтобы удержать текущий уровень материального обеспечения исследований. При сохранении нынешних тенденций невозможно рассчитывать на то, что российская наука окажется конкурентоспособной. Мы хотим, чтобы Россия была конкурентоспособной державой в области науки и технологий, а значит экономики. Если мы хотим, чтобы Россия была такой, она должна вкладывать примерно тот же объем средств в отношении к воловому внутреннему продукту в науку, как и складывают развитые страны, как теперь и Китай вкладывает. Акция протеста ученых прошла в разгар отпусков и полевых работ у археологов, ботаников и биологов. Но организаторы митинга считают, что заявить о своей непримиримой позиции важно сейчас, когда в правительстве начинается формирование бюджета на 2018 год. Если правительство нас не услышит, мы осенью будем проводить более широкую акцию, сделаем ее всероссийской. Митинги пройдут не только в Москве, но и в Сибири, в Петербурге, на Дальнем Востоке. Мы будем стучаться, пока нас не услышат. Центральный совет профсоюза предлагает направлять индивидуальные обращения к президенту России, в правительство и Госдуму. В них ученые должны изложить свои требования по увеличению финансирования фундаментальных исследований и средств федерального бюджета. Алексей Шабалдин, Николай Домрин, Вадим Ефремов, Красная линия. О них забыли. В Калининградской области власть отказывается принимать закон о льготах детям войны. Местные жители при поддержке КПРФ провели митинг в защиту тех, чье детство пришлось на тяжелые военные годы. В Калининградской области проживает более 70 тысяч человек, которых можно отнести к категории «дети войны». Большинство из них получают мизерные пенсии по 8-9 тысяч рублей. Но они не просят денег у власти. Им нужны лишь льготы на проезд. Потому что очень много денег уходит на то, чтобы проехаться. Они еще хотят жить, они еще хотят ходить и бегать. В сентябре в регионе пройдут выборы губернатора. Коммунисты уверены, от выбора граждан будет зависеть судьба закона о льготах детям войны. Если после 10 сентября останется действующий в рее губернатора, закон будет отклонен. Несмотря на то, что это будет запрос народа. А если будет избран красный губернатор, то закон будет принят уже в октябре этого года. Законы о льготах детям войны уже приняты в 20 регионах России. Калининградские коммунисты будут бороться за достойную жизнь этой категории граждан и в их области. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вышла к протестующим, которые собрались перед зданием Верхней Палаты Парламента. Люди выступили против ранее принятого законопроекта о реновации в Москве. В ответ Матвиенко заявила, что закон о сносе домов не нарушает права людей и поэтому он будет принят. Коротко о других новостях в стране. Росприроднадзор проведет проверки действующих полигонов по сбору мусора. Глава ведомства Артем Сидоров отметил, что таких объектов по всей стране насчитывается около тысячи. Ранее власти Подмосковья по поручению президента Владимира Путина приняли решение о незамедлительном закрытии в Балашихе мусорного полигона Кучино. Правительство обсуждает возможность создания фонда цифровой экономики объемом в 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил помощник президента России Андрей Белоусов. Ранее глава государства Владимир Путин назвал развитие цифровой экономики России задачей номер один в экономической сфере. Минобороны России опровергло сообщение Би-Би-Си о якобы захвате в Луганской области российского контрактника Виктора Агеева. По данным ведомства, Агеев уволился из рядов вооруженных сил в мае 2016 года после прохождения срочной службы. По данным опросов ЦИОМ, более половины россиян видят в США и Украине военную угрозу. К числу потенциальных агрессоров респонденты относят военный блок НАТО, Великобританию и запрещенный в России ИГИЛ. В случае вооруженного конфликта россияне ждут поддержки в первую очередь от Китая, Белоруссии и Казахстана. Руководство внутриполитического блока администрации президента решило отказаться от конкуренции на предстоящих выборах губернаторов 16 регионов. Об этом пишут ведомости. Как утверждают собеседники издания, близкие к Кремлю, сильные оппоненты действующей власти не нужны. Кандидаты якобы не смогут пройти муниципальный фильтр, а значит и не стоит стараться. В КПРФ к этой новости отнеслись скептически. Коммунисты считают, что отменить конкуренцию на выборах нельзя в силу законодательных причин. Конечно, применяется разная рода политические махинации для того, чтобы предотвратить это. В частности, это так называемый муниципальный фильтр, который не пропускает кандидатов, и особенно сильных кандидатов, не допускает их для участия на выборах. Но формально запретить конкуренцию на выборы в принципе невозможно. Более того, появление таких новостей бьет по имиджу самой администрации. И тем не менее, муниципальный фильтр – серьезная преграда. Вкратце напомним о его механизме. Кандидат в губернаторы по закону должен собрать от 5 до 10% подписей депутатов региона. Только после этого он сможет участвовать в выборах. Как считают эксперты, такая схема позволяет власти отсеять действительно сильных конкурентов. Действительно, Кремль боится конкуренции. Это мы видели и в прошлом году, и позапрошлом году, когда наших кандидатов Соловьева Вадима Георгиевича в Твери не пустили на губернаторское через фильтр. В Липецке Николай Васильевич Разворотнево также не пустили по фильтру на губернаторские выборы, потому что это сильные кандидаты, и по опросам они выигрывали партии власти. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме уже неоднократно высказывались за отмену муниципального фильтра. По их мнению, если власть продолжит поддерживать существующую избирательную систему, то это приведет к массовым протестам. Причиной будущих волнений станет невозможность общества через выборы менять существующую систему. Население, если оно не имеет возможности через выборы поменять губернатора, оно будет другим, иным методом менять его улицей, булыжником пролетариата, плиткой Собянина, любой дубиной, но третьего варианта просто не дано. Пока же все действия власти, направленные на уменьшение конкуренции на выборах, приводят к снижению явки. В Москве на 10 сентября выбор в органы мест самоправления прогнозируется 7% явка. 7% это позорище. И вот этот шаг Кремля, если они его будут притворять в жизнь 10 сентября, они еще меньше усушат явку. А впереди президентские. С чем пойдет партия власти и господин Путин на выборы? С 7% явки? Да его осмеет весь мир. Муниципальный фильтр – это не единственная причина, которая может повлиять на исход предстоящих выборов. Уже сегодня КПРФ прогнозирует махинации со стороны партии власти и фальсификацию итогов голосований. Напомним, что выборы губернаторов в 16 регионах пройдут 10 сентября этого года. Струнино – старинный городок во Владимирской области. Прославился тем, что по преданию царь Иван Грозный любил здесь охотиться. Но знаменитым город стал благодаря приезжему предпринимателю. Его имя страна узнала в конце прошлого года. Мое имя означает «золото червон». Мамут – это «золото червон». И о делах, которые он скрывал 8 лет, словно червонное золото, теперь тоже каждый знает. Сквозь очки он смотрит на толпу. Толпа давит, того гляди, и она его снесет. В его руках бумажные листы. Это за ними, этими самыми бумажными листами, давка. И в этой толпе они сами не ведают, что творят. Люди, не толкайся! Тихо, тихо, тихо! Ой, пришел, сказал. Он же из больницы только что. Ну, просто, конечно, он хочет держаться. Не толкайся, не толкайся. Основной бизнес Мамуда Шевершана – доставка хлеба другим предпринимателям. Магазин так, что-то вроде социальной нагрузки. Не было бы его, негде было бы раздавать бесплатный хлеб. Арендую, чтобы там было где-то пенсионерам хлеб. Раздавать, талоны давать. Я его арендую, это не моя собственность. И у вас ни одного магазина нет? Нет, ни одного магазина у меня собственности нет. Ни одного магазина нет. Удивительно, но до того, как о нем стали писать журналисты, местная власть даже не знала, кто на самом деле кормит народ. Хотел бы, чуть-чуть хотя бы внимания. Больше ничего, ни помощи, ничего не хочу. От власти, от никого. Понимаете, а когда они не знают, даже внимания не обращают, то это что-то обидно. Местные бабушки на лавочке тоже обсуждают власть. И жизнь свою, прошлую. Вы где работали? На железке я работала. 20 лет отработала на железке. На каком? В текстильном. В фабрике у нас. У нас тут комбинат же был. Я в прядельном работала. Все развалили. Я 20 лет. В ленте ромничном. У нас у нас один комбинат был, и все мы там работали. А комбинат закрыт сейчас, да? Да. Ну там раздолбанили. Слова о том, как сегодня живут в Струнино, их дети и внуки, застревают в горле. Так, даже не слова, крошки. Работа у молодежи есть? Конечно, они все в Москве работают. Кто молодежи-то есть? Все в Москве есть? Конечно. Я тоже работаю. А кто не хочет, то пьют с утра до ночи. Мамут знает, что о нем говорят, как называют за глаза, какие письма и куда пишут. Он клянется, что будет раздавать хлеб, несмотря ни на что. Денег нету? А кто хлеб купил? Да. А потому что дадут. Молодец, что дает, я хочу сказать. Молодец. Ну мы ему говорим, что он дает. Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода. Решение было принято после докладов президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангела Меркель на саммите ЕС о выполнении минских соглашений. Коротко о других новостях в мире. Кремль не располагает достоверной информации о происхождении компьютерного вирусовымогателя Петя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что всем странам нужно объединить усилия, чтобы противостоять киберугрозам. Напомним, вирус Петя поразил сотни компьютеров во многих странах, в том числе и в России. Иракская армия освободила от террористов половину территории Масула, заявили представители военного ведомства страны. Под контроль правительственных войск вернулись несколько районов в старом городе. Ранее они были захвачены террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство». Тысячи аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы выразить протест против экономической политики президента Маурисио Макри. Демонстранты прошли маршем до здания Министерства труда. Они потребовали от властей повысить зарплаты и выделить средства на программу социального обеспечения граждан. Машинисты мадридского метро начали забастовку. Они требуют улучшения условий труда. По мнению работников транспортного предприятия, в силу вредности профессии им полагается право бесплатного пользования медицинскими услугами. Акция протеста продлится до 2 июля. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи!